Да. Доброе утро, отец. Доброе. Как ты там? Ну, живь здорово и тебе желаю. Что-то тебя не видно-то. Да. Посмотри там, что у тебя не так. А, понимаешь, у меня здесь, у меня, вот, давай сначала послушай меня, отец. Вот. Ты сделай как следует, тогда поговорим, давай. Сделай там. У меня сейчас гость, да. Так, сделай как положено, я прошу, сделай, чтобы тебе видно было. У меня гость, он попросил, что пока не надо снимать. Ну, я тогда отхожу, не надо тогда, я не люблю, это у нас не положено. Мы не преступники боятся, все, отошел. Знаешь, у меня гость, да, ну, он попросил, значит, он, ну, он священник, он попросил, вот, он не хочет выходить в эфир. Ну, я его не звал. Зачем меня сразу подменять-то? У меня свои правила, вы постучались, я вас не запускаю. У меня особое правило. Я никогда не скрывался, зачем мне делать исключение? Нет, он поговорить с тобой хочет. Пожалуйста, пусть говорит. Да, иди говори. Поприветствовать хочет тебя. Да, ты только, пожалуйста, купи себе глазок хороший, ты весь в тумане сидишь. Да, 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 вот сейчас я настраиваю. У меня... Раб Божий Игнатий, доброе утро, здравствуйте. Доброе. Вас беспокоит священник, меня зовут Архимандрит Иоанн, я с радостью вас приветствую, вы успокойтесь, не нужно горячиться, мой дорогой. Нет, вы меня не успокаиваете, я не горячусь, я говорю с правдой. Да зачем меня начинаете сразу давить? Мы тоже любим правду, мы к вам с любовью позвонили, с самыми хорошими пожеланиями. Так, давайте сразу договоримся, вы никогда не накладывайте, успокаивайте. Еще успокаивайте, когда я говорю, какие у меня правила, я глухой, поэтому голос громкий. Я ничего здесь, не то что возмутился или что, просто у меня правила, пожалуйста, говорите. Ну вот, мой дорогой, давайте с вами спокойно говорить. Значит, вчера просто послушали ваши несколько передач, комментарии, митрополита Иллариона статьи по поводу, так сказать, официализирования церкви православной. И вообще, вы меня искали много времени в интернете, потому что вы присылали желание познакомиться, у меня просто какое-то небольшое время было в фейсбуке. А где я вас искал, скажите, где я вас искал, кто вы такой, я не пойму пока. Меня зовут Архимадит Иоанн, священник я. Я никого не искал, скажите, какой Иоанн, откуда вы раньше где жили? Мой дорогой, я сам родом из Москвы, но я за границей много лет, я в греческом мире. А как я могу сказать, это неправда, я не искал вас. Ко мне на адрес фейсбука приходило от вас желание познакомиться. Я не говорю, что вы меня искали. Вы, послушайте, я вам рассказываю, что я реально встретил. Вы спокойно можете послушать, что мы имели... Нет, я слушаю, так давайте почистим. Если неправда, я сразу останавливаю. Я нигде не посылал и никого не искал. Хорошо. Это неправда. Я никогда за всю жизнь никого не искал, кроме одного священника из Фрунзе. Святкова Владимира. Понятно. Я его, кстати, тоже хорошо знаю, Владимир Ассенцов. Вот. Вы скажите мне, вы вообще, если с точки зрения такого человеческого и духовного общения, готовы побеседовать на серьезные темы таким образом, чтобы мы с вами могли какие-то темы обсудить и... Начинайте, я готов. Готов, начинайте. Готовы, да? Вы знаете, я к вам с большой любовью отношусь. Мне очень приятно, что вы именно истинный ревнитель и православной веры, и библейского понимания истории. И самое главное, что вы страдаете от того, что попрано и Слово Божие, и истина Божия попирается. Как в свое время Шекспир в 66-м псалме сказал, «Я смерть зову, мне видеть не втерпешь, как правду попирает ложь». И вот, к великому сожалению, это не только происходит, так сказать, в государственной жизни народа, но и в церкви, которая изнутри стала прогнивать. Вот. Поэтому я вас искренне с большой радостью приветствую и очень благожелательно отношусь к вашему пониманию многих предметов духовных, церковных. Вот, в частности, скажем, вы какие-то вещи комментируете, приводите свое понимание Священного Писания или Послания апостолов. Вот. Но я просто вам скажу, я международный человек, имею и духовные, и большое, так сказать, по опыту образование в греческом мире и в целом православии, вселенского православия. Вот. И деградация духовности, она очевидна везде. И, к сожалению, церковь сейчас не представляет из себя того светлого, святого состояния, которое нам бы всем хотелось видеть и в лице иерархии, и в лице священства, и, главное, в благочестии мирян. Вот помните, был такой знаменитый святитель Игнатий Бричининов, который сказал, беседуя с одним духоносом, повторяя его слова, что пойми время, как бы не ищи благочестия, что идет в Богом попущенное отступление, то есть греческое слово апостаси, апостасия. И поскольку мы сейчас все видим негативные стороны, очень легко попасться на такую удочку, когда мы начинаем судить по внешним проявлениям тех или иных, так сказать, духовных деятелей или иерархов, и можем очень тонко, так сказать, подменять истину. Почему я об этом говорю? Потому что есть моменты, когда благодать Божий или Дух Божий действует, и он может вразумлять, скажем, какого-то иерарха, который имеет в личном плане не совсем благочестивую жизнь. Поэтому, как вот русская пословица говорит, что провод ржавый, а ток через него течет. Поэтому нужно самому быть просвещаемым благодатью, чтобы судить те или иные моменты и жизни церкви, и поведение того или иного иерарха. Вот у нас есть общее глубинное, так сказать, понимание через Слово Божие, но Слово Божие тоже нужно трактовать правильно. Вы помните русскую пословицу, что «закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло». Можно взять одну выдержку из Священописания и прокомментировать ее в святоотеческом духе, а можно в баптистском духе, в старобрядском духе, или еще в каком-то ложном понимании и извратить свой предмет. Поэтому святые отцы, которых вы уважаете, мы уважаем, нам дали определение. Вот Василий Великий говорит, что первый период покаяния, которому призвано все, что есть, и мы с вами до конца жизни, потому что великие мужи церкви, подвязаясь искренне всю жизнь и оплакивая свой грех и свою ветхую падшую природу, они ни в коем случае не дерзали считать себя кем-то. Вы знаете, что у них было устояние на самоукорение, на самоосуждение, и глубокое смирение давало им правильное состояние, чтобы они просвещались. Так вот Василий Великий говорит, что первый период покаяния, это и есть выделение в себе ветхого человека, или страстей, вот по-грецки дословно, хоризмо, что он по фону, выделение страстей. И когда человек подвязается, минимум 10-15 лет, это очень точно определяет старец Сафроний Сахаров, автор книги преподоба Сюлана Афонского. Я имел счастье его знать, я учился в Англии, и книга его повлияла на меня необычайным образом и подвигла стать монахом, потому что я был светский человек, я имею литературное образование, я был поэтом, переводчиком, и вырос в сфере, так сказать, человеческого искусства, которое совершенно ложное и не дает человеку ни истины, ни света, ни радости. И мучаюсь я искал смысл жизни. Я вам потом назову, я написал целую книгу, называется «Из плена к свету или исповедь одного человека», который описал свой путь к Богу и как Господь меня просветил, призывая встретиться с его истиной. Так вот, вот этот период покаяния, который называется «выделение страстей», он открывает бездну нашего падения и, самое главное, прелесть ума, то, что отцы называют дмени ума, то есть состояние, когда человек может внутренне быть в прелести и не понимать этого, и доверяясь своему уму, своим помыслам, своим, так сказать, логическим заключением делать духовные ошибки. И он этого не знает. Так вот, когда Господь призывает на первый период покаяния, то святые отцы определяют так, как Иоанн Лесвични, когда человек кается в грехах, то ему не подобает богословство. И вот постепенно, очищаясь от страстей, как бы получив постепенно власть над ними, чтобы не они управляли тобой, а уже благодатью Божией по смирению человек мог не только противиться, но уже и вставать, как говорится, на главу змея. Постепенно происходит просвещение Святым Духом. Вот это Василий Великий второй период называет «фотизмосту агю пневматес», то есть просвещение Божественным Духом, когда уже по дару благодати человек разумеет духовные реалии, духовные вещи, и может судить, судить так, что он судит, мы говорим правильно, вот «святые от сета» называют дар рассуждения, вот «высший аскетический дар» по-грейски «диакрис». И если человек не стяжал вот этого второго периода просвещения и дара рассуждения, он никак не может становиться учителем ни людей, ни тем более учителем как бы от лица церкви, потому что опасность ложного трактования духовных реалий настолько велика, что очень многие образованнейшие умы, как Арии и другие, попали в прелесть, как вы комментировали, скажем, отца Андрея Кураева в виде его энциклопедийских ум и глубоких пониманий многих вопросов, вы видите, что он ошибается, вы сами говорите, я по 120 кочкам его прошел. Я в свое время написал свою статью, потому что я перевел замечательную книгу про очень большого святого афонского старца Тихона, это был духовник Паисия, святогорца, и он стал от своего ума комментировать, как это так он говорит, что он будет с неба приходить, святые отцы себе не доверяли, что они спасутся и будут учителями. И грамотно его разобрал, это единство, да, статья, она вышла в 97 году, а я ее написал в 95, вот, и поставил его на место, потому что она называется «О суде кто?», потому что он полез не в свои духовные вещи, он, во-первых, был светский человек, во-вторых, окончил только семинарию, никакого духовного, ни монашеского опыта не имел, и выдал себя за учителя, как это так говорят, что вот он спасется, приводит и святых отцов, и приводит и как шкалярник, как семинарист, который слышал звон, да не знает, где он. Я вам потом назову свою книгу, первая часть у меня называется «Страх перед антихристом» или «Послушание церкви», где я объясняю вот очень серьезную проблему ННН, штрих-код вот этой боязни антихриста, которая была я в 2000 году под восстановлением иерархии написал, она, кстати, двум патриархам подралась, потому что я там серьезно определил так называемым духовным состоянием церкви, именно разумении предметов, как соборном сознании церкви, потому что церковь имеет соборный разум, который духоводительствует по дару благодать. Так вот я вернусь к тому, что я говорил про Василия Великого. И вот если божественная десница хочет нас поставить с Вами на свечницу, чтобы мы были учителями, то благодать Божия просвещает человека при больших-больших испытаниях, когда он действительно видит, что он никто, когда он смиряется, когда он видит проказу гордости, очень тонко действующий в нас страсти самоценно, тогда человек, просвещаясь по дару благодать, становится сосудом. Поэтому простите, вот я Вас многое послушал, я к Вам с огромной любовью, потому что мне нравится Ваше искреннее желание быть праведным по следованию Слову Божию, по желанию Его исполнять, по желанию, чтобы оно царило, и действительно в церкви было достойное состояние. У Вас есть реальные ошибки, я сейчас не буду об этом говорить, это большой разговор, может быть, Бог был сидит нам встретиться, который Вам надо аккуратно и грамменно прокомментировать, потому что вот эти Ваши самосмышления и определения, они дают ложную, ложную систему понятий. Поэтому Вас очень легко бы определять, как старообрядцы, вот то, что делал Отец Андрей, там вместе смешанные с баптистскими понятиями. Кроме того, Ваша жесткость, которая совершенно покажет, что у Вас нет старческого устроения, где благость и кротость, и действия Духа Божия помогают человеку встретиться с любовью Божией. Все, что не исходит от глубокой любви и смирения перед последним грешником, даже тот, кто в ошибке, оно показывает, что мы сами еще не смирились, мы сами еще не стяжали кротость, мы сами, ведь Бог говорит нам, научите от меня, как я кроток смирен сердцем, ведь мы только начали с Вами говорить, вы сразу жестко, ключи камеру, вот делай так, и это я не буду, а то, ну-ка сделайте так, я ни от кого не скрываюсь, прекрасно, вы говорите, как человек, который, допустим, прошел лагеря, тюрьму, как исповедник, он не стяжал благости кротосердца, вот я имел счастье почти 20 лет знать отца Николая Гурьянова, которого Господь нам открыл, этот старец 14 лет прошел лагеря и ужас советской страшной системы, он весь дышал благостью, он вообще никого не судил, у него была удивительная тактичность ни в коем случае не позволить о ком-то сказать плохо, или кого-то прилить, вот он такой секой, и он дышал любовью, любовью ко всем, утешал действительно страждущих, утешал людей, которые находятся, в тяжелых состояниях жизни детей, мужей, которые пили и так далее, то есть он дышал благостью, и дар осуждения, который он стяжал, очень многим помог найти Христа, встретиться с его любовью, изменить свою греховную жизнь, то есть смысл в чем, как Господь сказал, я пришел не погублять, а спасать, ваша ментальность, в которой вы созрели, воспитались, в которой вы утвердились, она имеет жесткость и категоричность, это признак того, что человек не живет сам подлинным евангельским духом, по дару благодати и разумеет духовные вещи, и соответственно, уже встав на кафедру учителя, может уврачевать или просвещать человек, поэтому, когда мы говорим о том, что вот это такой секой, мы можем как бы по человеку правильно определить, да, это так, но по дару благодати, это чувствуется, человек, который Бог помазал, я много лет, я 24 года духовник, я помогаю в разных странах людям, знаю проблемы, вот я вам простой пример приведу, вот мы вчера слушали, как вы комментируете Владыку Илларионову, я с ним много лет виселом страшной прелести, своего ложного понимания православия, у него много совершенно больных вещей, вот, но один пример, вот допустим, вы там комментируете, что там стала возрождаться семья, вы говорите, там какой-то там, ни в Ангелии ничего нет, вот апостол Павел сказал там, потерял мужа, допустим, нищей жены, и вы это приводите, как к категорическому заключению, которое должно быть постулатом, или, например, как бы почти догматическое есть, но вот я вам приведу пример, мы духовники встречаем с огромным количеством людей, очень немощным в плане плоти, люди, которые не могут держать все страсти, потому что уже их деды, нагрешили так и отцы, что в них уже дух блудный вошел, как вы помните, сейчас вообще страшные социологические данные, у нас 12 лет, девочки, мальчики начинают жить уже по плоти, 30% девочек, 20 мальчиков, и был такой поэт, Поли Луар, французский, он жил в 19 веке, он сказал, как когда-то, что у нас девочки не успеют созреть, уже мечтают себя как за миллион продать, со временем молодежь глубоко больная, и вот если такой грешный человек, я как бы кратко к чему я веду, вышел там, допустим, вышла девушка замуж, там по определенным причинам не разошлись, или умер, и вот если она одна осталась, все, не ищи мужа, а она не способна жить сама, потому что в ней уже этот падший дух действует, это немощь, это страсть, это болезнь, и болезнь опасная, можно погибнуть, апостол Павел говорит, не обмануть блудники, царств не бессмертно следует, но если у нее будет законный муж, если она выйдет замуж, то она будет обеспечена милостью Божьей, безопасностью, вы помните, апостол Павел говорит, во избежание блуда, каждому ей мужу и жену, лучше жениться, чем разжигаться, поэтому вот если комментирую, допустим, вот такой ваш вывод, вот человек послушает и скажет, вот, видите, апостол Павел сказал, не женись, а ты чего хочешь жениться, и вот вы, и ваши, так сказать, слушайте, начнут другому пикать, ты чего ищешь там жену, и вы делаете страшную ошибку, вы себе позволяете решать судьбу человека, который по дару благодати духовника должен подвинуться к тому, чтобы молить Бога, то есть Богу угодно, послал ему спутницу, но естественно в Господне, никакого чтобы было сожительства вне церкви, что это действительно смертный грех, и Дух Святой не присутствует, при Саити, чтобы зачинались дети, то есть надо грамотно понимать суть предмета, и грамотно советовать, были святые старцы, как Ян Кристианкин, которые прошли лагеря, действительно люди большой любви, я его имел счастье, тоже много лет знать, и вот скажем, люди, которые попадали со временем блуд, он духовникам, известный в Москве очень духовник, он советовал 40 дней поставить на покаяние, так сказать, пособоровать, и потом, если человек уже понял, что он ошибся, раскаялся, позволить приступать к Святой Чаше, хотя вы знаете, апостольские правила говорят, вот если говорить канонами и законами, верхозаветное понятие было, выведите за город, побейте камнями, потому что блуд, есть мерзость передо мной, Господь, так сейчас надо всех убивать камнями, а апостольские правила, правила Василия Великого говорят, что 7 лет нельзя приступать к Чаше, даже человек должен был стоять вне церкви, за прелюбодействие 10 лет, за убийство 20 или чуть не до 25 лет, если сейчас взять все, мерить канонами и законами, то мы сейчас должны на церковь повесить большой замок и всех поставить на колени, чтобы плакали и каялись, но видите, церковь живет, другим путем идет, она открывает двери грешнику для покаяния, для того, чтобы любовь Божия приняла, вы знаете, что в один момент только великий разбойник, который висел по правую сторону от Христа, наследовал Царство Небесное, потому что он смирился, он попросил милости, помяни меня в отцарстве, и был взят в рай, так вот к чему я вас веду, вы очень хорошо знаете и понимаете, что наша религия на самом деле, это не религия только законов и канонов, это религия распятого за весь мир Бога, который в безмерных своих божественных и человеческих страданиях, потому что он был и совершенный Бог, и совершенный человек, взяв на себя всю мерзость, всего человечества, то, что вы хорошо говорили, что это и прелюбодействие, и то-то, и то-то, все грехи мира, он болезнен за нас, мы его несчастные дети, мы поруганы грехом, мы попали в прелесть, во власть, так сказать, дьявола, и сатана ругается над человеческим родом, поэтому мужи, которые называются учителями, старцами, они сами на себя брали грех, вы знаете, допустим, Иоанн Кронштадтский, к нему пришел один человек, и говорит, меня, говорит, мать проклял, не переживай, говорит, я беру на себя этот грех, он брал на себя грехи, и в конце жизни, страшно страдал, его чуть не убили, потому что люди, которые жили в Боге, они уподоблялись ему, и сами брали на себя грех, вот то состояние, в котором вы находитесь, вы не способны быть в старцовом устроении, чтобы сказать, прости, брат, давай помолимся, чтобы Бог тебя простил, что я буду тоже за тебя молиться, допустим, кто-то в полблуд, что вы категорично по осознанию той или иной заповеди, того или иного духовного закона, будете сразу наводить суд, как прокурор, потому что у вас такое устроение, вы в жестком устроении, и вы не чувствуете, потому что то грубое состояние, в котором человек находится вот еще гордым, оно не дает ощущаться, потому что надо увидеть со стороны свою гордость, свою прелесть, и поэтому, если бы у вас был духовник, он бы вам сказал, мой друг, давай с тобой еще исцелимся, а потом выйдем на кафедру, чтобы не только проповедовать, но еще и вразумлять, как исцелять, я вам таких десятки примеров приведу, вот то, что я послушал, я опять же говорю, я с большой-большой любовью к вам, с искренним желанием и пониманием того, чтобы вам Бог помог и просветил, поверьте, я очень люблю и сам истину, сам за нее всю жизнь страдаю, и в нашем мире, в котором апостол сказал, что всякий, кто хочет жить в благости, будет гоним, очень тяжело смириться от всех безобразий, но если вы не стяжете духовный разум по Богу, то вы будете в состоянии, которое люди называют раскольническим, или схизматическим, или каким угодно, старобрядским, или баптистским, но вас не воспримут, как духовного, духовного, говорю, мужа, который в лоне церкви, созидая свою бессмертную душу, смог стать светочем, по действию в нем божественного святого духа, и через ум, когда мы начинаем научать, и через сердце, которое должно источать благость, потому что вы сами приведете пример, я вам приведу пример апостола Павла, плод духовный, любовь, мир, радость, кротость, воздержание, на таковых нет закона, а из же распяша плод со страстями и похотьми, вот по вашему устроению, как вы реагируете, как вы говорите, видно, что у вас кротости и смирения нет, мой золотой, жесткость, а это есть признак того, что мы сами больны, так врачи и стилисты сам говорит, Господь, что же мы от лица Бога проповедуем, на все наводим в суд, если мы сами еще немощны, если у нас самих еще действует страсть, и самосмышление, и возношение, и категоричность, и презрение каких-то людей, которые нам могут, так или иначе, останавливать, сделать замечание, вот как раз, когда человеку какое-то делал замечание, вот его реагирование, по благости, ощущается, насколько он стяжал правильное устроение, поэтому, мой дорогой, я вам с большой любовью желаю помощи Божией, и в ваших трудах, и в вашем желании, так сказать, помогать людям, потому что наша цель, помогать людям обрести любовь Христову и спасаться, потому что мы все его дети, которые мучаемся в этом мире, поэтому любовь Божия пришла нас спасти, поэтому вам самому нужно, нам бы, если бы получилось, возможность встретиться, может быть, если бы был свет, я бы мог вам позвонить, там, я улетаю послезавтра в Москву, вот, и я вам многое мог бы объяснить с любовью, и вы бы посмотрели на себя со стороны, в свете правды Божьей, так как она есть на самом деле, не как мы ее воспринимаем, потому что, вы очень хорошо понимаете, есть духовные вещи, очень серьезные, вот нож, одно оружие, в руках врача, это оружие, которое может сделать операцию, спасти человека, в руках доброго хозяина, и можно резать хлеб, и угостить человека, в руках бандита, этот нож может быть орудием убийства, одно орудие, но в трех руках разные действия, так вот мы тоже, Слово Божие, это обоюдоострый меч, обоюдоострый оружие, Словом Божьим, евреи, которые трактовали, день и ночь сидя Писание, они Христа на кресте пригвоздили, ты не от Бога, ты не храни субботы, ты такой зависти, вы видите, что сделала иудейская, высшая, так сказать, элитная, духовная, группа, она его на крест повела, хотя они трактовали, до сегодняшнего дня евреи и ожесточенные считают нас, христиан, безумцами за то, что мы, к сожалению, в их очах являемся богоборцами, а они-то богоборцы, а они думают, что вот мы правы, и все, возьмите любого еретика, который тоже понимал, поэтому, если вы со стороны на себя посмотрите, вот по-настоящему, в свете правды, вы увидите, что вы еще далеко несовершенны, вы далеко неправильно усвоили духовные реалии, потому что вы не прошли сам путь очищения, который ведет к смирению, потому что наш путь к Богу, это путь в бездну покаяния, смирения, а потом уже в воскресенье нашей бессмертной души, если Бог угодно просветит нас, то есть дать нам духовный, реальный разум, тогда мы можем стать рабуни и учителя. И второй очень важный момент, вы, когда комментировать стали Илариона, вы говорите, вот он говорит там, что возрождение там началось там приникать, да все это чушь, наоборот, это мрак, это все, надо было, что делать, не избегать монахам там в пустыне, а надо было идти проповедить, идти проповедить Евангелие. Я три вещи здесь прокомментирую. Во-первых, глубинная суть Евангелия заключает в том, что Господь выйдет из, вот Иордан сказал, покайтесь, прибыли с Евангелем. Вот это цель всей нашей жизни, глубинное, подлинное покаяние, которое, чем больше мы будем каять, тем больше откроет и нашу бездну, падение и плен страстей наших. Как вам царь Давид говорит, изведи из темницы душу, мы исповеди имя твоему. А потом уже, так сказать, человек может становиться, так сказать, на уровень там учителя или тем более высокого пророка. И второй момент в этом комментарии. Господь не сказал, идите проповедуйте всем людям. Запомните, учителями могут быть очень редкие люди, которые прошли глубинный путь смирения. И сейчас мы вообще живем в трагическое время, когда особенно важные слова апостола Якова, немногие делайте с учителями, потому что мы им все много согрешаем. И преподобие Силаана Афонский говорит, если человек от Бога не умеет Бога не учить, он оскорбляет благость Божию. Видите, как опасно, потому что мы можем резко что-то сказать, оскорбить благость Божию. Господь умер, может, за какого-то грешника, который впрелись, а вы его раз к стенке поставите своим пониманием Ветхого и Нового Завета и пониманием там каких-то правил Святых Отцов. И вы даже не будете видеть, что вы в той жесткой... Пока магнитопон... Отец, слушай внимательно. Выключи этот магнитопон. Это магнитопон записали. Это не человек. Выключи пока, я скажу, что давай дальше. То уже не надо. Что выключить? Выключи этот магнитопон, который ты включил. Это не человек. У него нету нигде. Я вообще ничего не пишу. Одну секунду. Одну секунду. Я с вами... Мой дорогой, я с вами просто... Отец, я прошу, тот голос выключи. У нас времени нет, мне надо уходить уже. Я тебе скажу, я выслушал почти целый час. Так. Хорошо. Это отец на ум сидит напротив вас. Выключи, я прошу. Выключи. Я выключил. Я с тобой говорю, отец на ум. Я не говорю с пустотой. Так. Не задолго до смерти один из самых крупных актеров, Михаил Ульянов, сыграл великого инквизитора. Я раньше думал, это невозможно сделать. Но оказалось, что подошли совершенно необычным путем. Великий инквизитор из произведения Федора Михайловича Достоевского, братья Карамазова. То, что сейчас я слышал, это все оттуда. Мы спасаем всех. А вы гордые, вы ничего не знаете. Я ничего нового здесь не нахожу. Это просто дьявол подошел через магнитопон. Вас искушает Господь сегодня. Будьте внимательны. Вот, вот, мой дорогой, поскольку очевидно, что вы в прелести. Там уже ничего нет. Там ничего нет. Мой дорогой, вы были в прелести, остаетесь в прелести. Я вообще вас больше слушаю. Я не буду вас больше слушать. Я не буду вас больше слушать. Вам говорили, вам говорили духовную правду. Так вы говорите, что при чем тут дьявол? Выключи его. Он не может остановиться. Это лукавый вас искушает сегодня. Они не понимают, что патриарх Кирилл, проехав до Дальнего Востока, говорит, состояние церкви духовное развалено. Это духовные святцы. Это подходит дьявол в этом образе, и он говорит под ведом великого инквизитора Достоевского. Ему надо, чтобы никто не говорил. Ничего нету. Страна уже погибла. Ее делят на счастье. Народ еще не знает. Им не надо говорить отдельно, отдельно пойдут. Господь всех послал на проповедь. Деяния апостола, 8 глава, 4 стих. А рассеявшиеся ходили и благовествовали. Понимаете? Это написано. И нам не надо ничего. Никакого моего учения нету. Совершенно. Я единственное говорю то, что нужно слышать, что Бог говорит. Родиться свыше и быть Вадимом Духом Святым. Вот два вопроса, которые не решены. А он их даже не касается. Он не знает этого. Это совершенно плотской человек оболеваемой силой зла. Он восстает против всего духовного. Я вас люблю. Меня любить не надо. Я не сахарная баба. Вы делайте, что вам заповедано. 40 лет там он исповедует. Сколько ты перепортил людей-то за это время? У меня есть одна фраза. Я был там, где ходили мы к крестьянкину запертое. Монашество. В том виде, в каком оно есть, принесло зло. Не добро, зло. Сто крат больше, чем вместе мусульмане масоны, стихтанты, коммунисты и фашисты. Они запечатали проповедь. И там 2,5 миллиарда мусульман, которые могли быть православными. Они слепцы. Безумные слепцы. Самое главное. Господь уходит и говорит, облечетесь силой духа. Куда облечетесь? По всему миру идите. Всех ты все захватили. Это кто говорит? Северный Восток потерянный. Патриарх Кирилл говорит. И мы еще на остатках гнойного скотомогильника продолжаем вонять. Только не говорите никому. Да ты, умирая, как Иеремия, должен сказать, так говорит Господь Бог. Духоносные старцы. На них главная вина, что народ не знает Бога. Такого крушения, как православная церковь в России, за всю мировую историю не было. И кто виновен? Знали крышку только целовать. Больше ничего не знать. Народ-то дубовый стоит. Это столбы стоят гнилые. Никто ничего не знает. Я постоянно среди народа. Что, славянский язык? Вместо слова Божьей проповеди богослужения. Да не на понятном языке. Самое главное. И народ умирает, если только он еще есть. А мы начинаем. Надо думать то, другое. Думать уже некогда. У нас времени нет на раскачку, говорит патриарх Кирилл. Я посылаю монаха на северный. Говорит, там воздуха мало. Какого тебе кислорода надо, когда народ погибает, а ты монах? Исповедники вы. Пошли в монахи. Господь не заповедовал монахи идти. Монастырь устроен был только в уме у апостолов. Сделаем трекущие. Вот она попытка. И Господь устроил монастырь на 10 дней. Сидите и ждите обетованного духа. А потом как орлы полетите. А вот не надо. То есть сатана говорит, не надо. Надо узнавать себя. Узнавать. Узнавать. Как? Счаще исповедуйся, чаще причащаться. Я эту логику знаю. У них все эритики. Поезжайте к Герману Стерлигову, к Александру Невзору. О нем обачки-то протрут. Бог уже восставляет тысячи новых своих воинов. А сатана своих восставляет. Нам невозможно пробудить народ. И кто виновен? Главное, это священники. А почему? Повторяю. Не надо мудрствовать выше Серафима Саровского. Настольная книга священнослужителя. Третий том. 601 страница. Аз. Грешный Серафим три дня, три ночи молил Бога. Целенаправлено. Только о русском священском архиереях. И вдруг Бог заговорил. Прямая речь, кавычки. Не пощежу и не помилую. А почему? Вымыслами человеческими заменили истину Божью. Кроткие они, смиренные. Смиренные. Миллионы людей на вашей совести висит. Революция. Все, что к любой власти подделаются. Хоть к ниньцам, хоть к русским, хоть к фашистам, хоть к коммунистам. Вы свою жизнь проверьте сначала. Вам ничего не надо. Вы на колени встаньте перед Богом, откройте Библию и считайте. И вот наворачивайте, наворачивайте. Больше мне этот муэтафон не включай. Время не трать. У меня его нет. Постоянное, Павел говорит, стечение народа. И нужно повести ко Христу. Я вот сейчас смотрю, вот сейчас только проверку занялся. У Илариона он сделал этот доклад. Я скажу с точностью, абсолютной. У него там 5022 слова, 37244 буквы. Это больше, чем послание Якова. 1-2 Петра, 3 послания Иоанна, Иуды. Больше. А сколько раз? Слово Христос только один раз произносится. Вы что, слепые совсем? Ты посчитай, возьми Библию, сколько раз слово Христос и апостол Павел в одной главе послания Колоссянам. Люди Бога не знают, они мудрствуют, попы. Миллиарды на обогревание пола Путин отпускает им. Страна разваливается, ее уже делят по частям. Народ Бога не знает. А вот у нас в 13 лет она уже, кто она? У нас председатель этого в Томске. миссионерского отдела Степаненко, Максим, и сказал, это бляди. И как ухватились за это, он говорит, церковное слово. Вне брака рождают. У мусульман, я спрашиваю, с мулами беседуют, сколько у вас не сохранивших девственность даже до брака. Они меня, мулы, сидят, имамы, и они не понимают вопроса, как так? Почему? Ни одного нет, нуль. А вы сами уже говорите, кто развратил, вы развратили. Накрыл, все, прощается, иди греши. За один обор в 10 лет Василия Великого попрали. Если мы будем делать, никого нет, вам не пропитаться, с голоду подохните. Идите, учите народ. Вы живете среди скотомогильника. Страна из грешников. Я 17 лет в тюрьме сотрудничал. Здесь. Из них 90 с лишним процентов православные. Да какие же это православные? Вот эти Б, кого он назвал, это все ваши прихожанки. Накрыл ее фартуком, все, иди опять греши. И пятимья, какая пятимья? Отлучение на 10 лет за один аборт. Священник накладывать нет, иначе все уйдут, ему питаться нечем будет. Священное благочестие устроили. Ему, видишь, он по себе примеряет. Где ты нашел эту метафонную пленку? Больше не вставляй ее, она тебе вредна по мозгам. Тебе надо работать больше. Храмы, храмы, охрамели с храмами. Они не нужны никому, как Иеремия говорит. День Господень близок и при дверях. Итак, идите по всему миру. Знают, где забились в норы монахи. Бог не заповедовал прятаться, а говорит, зарытый талант и ответишь. А кто? Это не только священник, это имеряне. Наступила перестройка, одни сектанты едут, попов нигде нету. Открыли храмы, храмы наполнились. Патриарх Кирилл говорит, думали всегда так будет. Итак, меняйте программы, выходите на распутье. Идите, идите, проповедуйте. Надо переформатировать сознание народа. Все они еще так гладят. Народ мертвый, ему надо воскресать, а не ремонтировать. Вы ремонтировать собрались. Кого ремонтировать? Когда сын мой был, мертвый ожил, пропадал и нашелся. Нас мертвых по преступлениям оживотворил. Вторая глава. Они боятся, как Библию. Он ее не поминает даже, ему это не надо. Кто там наговаривал на эту пленку? Не надо. Сами себя боятся. Если это был бы живой человек, он бы предстал, как я предстал. Если он знает, написано, участь боязливых в озере Огнен. Он за свои слова не отвечает. Я не могу сказать, вот этот человек так делал. Его нету здесь. Нету, это дух. Злой дух пришел к тебе в дом. Чего бы он прятался? То он не может показать. У него образа нету никакого. А он боится, с кого боится? Боится-то он немеря, она боится то, что он мне говорил. Его все скажут, ой-ой-ой, какой батюшка хороший. Он говорит, что епископ, если узнает, как бы он его не вырубил. Он епископ хуже лютого звера считает. Ведь лютыми волками названы только священники в Писании. Безбожьи, евреи там. Идите овец среди волков. А призван к себе написано в Евгелии, в Ефес, 20 глава День Апостолов. Из вас лютые волки, говорящие превратно. Ты что делаешь? Тебе отвечать за свою жизнь надо и за пасту свою. Знают ли они это? Стоят полураздеты в храме. А где они как мусульмане? Что? Не проходит. Посмотри, как они благочестиво одеты. Я был в Греции нынеша. Это как на пляж выходят. И теперь объяснение попы этому дают. Какое? Объяснение простое. Чтобы нам не быть похожими на мусульманок. Вот они увидели, человек прямо стоит не пьяный. Я буду пьяный, чтобы доказать, что я не сектант. Я говорю, что ж ты пьешь-то? Православным. А меня назвали сектантом, а сектанты не пьют. Вот я теперь каждый день пьяный. Я не мог доказать, что я не сектант. Не надо доказывать. Бог тебя избрал, открыл тебя, иди благовествуй. Повторяю деяния апостола, 8 глава, 4 стих. Когда возникло страшное гонение в Иерусалиме, написано, это говорит Иоанн Златоуст, Иоанн Златоуст, в 9 томе своем, что самые сильные остались в Иерусалиме, апостолы, а рассеявшиеся ходили благовествия, рассеявшиеся, дети малые, жены, дети, все. И вот эти мусульмане, 2,5 миллиарда были бы христианами. И так это понятно. Египет, где в Египте кто? Ливия. Где Макарий египетский был? Это все мусульманское. Кто? Профукали попы. Монахи. Это монахи погубили. Они запечатали самые силы, высасывали и гробили за стенами. У одного пахомия было 11 тысяч мужиков. До 11 тысяч проповедников сегодня можно было в Туркмению обратить. Узбекистан. Ни одного нигде. Это путь сатаны. Сатана больше всего боится проповедовать. Уполномоченные по религиозным культам в России не разрешали никому. Даже воины-эксенистские не могли визитку издать. А богослужения, пожалуйста, почему? Да это мертвая зона. Антракт молчания. Богослужение, которое в храмах, оно должно быть понятное. Разъясните народу. Народ не знает его. Поэтому как понять? Певцы поют совершенно не в попад. Они не понимают, что поют. Это никто-то не говорит, а председатель, председатель миссионерского отдела Томской епархии Московского патриархата. Самсонов, отец Алексеевич. Вчера мне прислали. Вы маленько так гляньте на мир. Вы ничего не видите, не понимаете, на какой мы вершке стоим-то. Уже вся история мировая завершается. А вот только не надо говорить, не надо, ты над собой работай. Он работает над собой, кто там тебе наговорил, то он понятия не имеет. Иначе откуда в это голубой лобби то среди монахов было? Они лоббируют интересы дьявола, они свои собственные. Только. Мы живем среди священников, где бы ни были, одна ложь. Одна ложь. И его нельзя исправить. Их только выжигать Бог будет. Они епископы друг друга боятся. Патриарх боится своих сенот и епископа. Участь боязливых в озере огненном, горящим огнем и серым. А это строго. А Писание говорит так. И святые говорят, ты избери себе наставника, строже которого нет вообще вселенной. Сказал Игнатий Бричиниев. Ну и сказал он. Он отвечает за свои слова. Для меня эпиграфом. В первый день, когда я обратился, стало Евангелие от Иоанна 12.48. Я не сужу вас. Слово, которое я говорил, оно будет судить. И поэтому все остальное за кадром. Слово. Я со словом должен сверять, а не с тем, какой это дай духовник. Вы еще не кончали. Это мое благо, что меня не портили, не корежили мои души ни семинария, ни академия. А зачем семинария? Чтобы уметь оправдать любое злодейство. Перед вами бритые стоят, и вы не видите. развратные приходят без эпидемии, принимаете, она опять туда же идет. Гор на горе, говорит, гора на горе. Вам спасения никакого нет. Иоанн Златоуст говорит, Иоанн Златоуст. Большая часть священников погибает. О, 10 священников мы сейчас сидим в комнате. Минимум 6, минимум будет в аду гореть. Священник говорит, а что вы Златоуста говорите? То есть, когда касается их спасения, не надо. Слово не судите никого. У священников имеет один смысл. Не трожьте нас. Я вам переведу ваши слова. Что это означает? Не трожьте нас. А потому что судить священников не надо действительно. Почему? Потому что они осужденные уже Богом. Богом осужденные. Если взять из сторожей спасается сколько-то, то из священников по Серафиму ни одного почти не спасается. А Златоуст говорит, большая часть. Вот и думай, теперь сиди. Чьи эти слова записал на магнитофон? Что это у тебя за дух пришел в тебе в комнату? И у нас самого никакого нет. Он сейчас говорит, его нельзя остановить. И хоть одно место писания нет. Зачем ему это? Он боюкает до конца, он исповедует и причащает. Амбросий Юрасов приехал сюда. Я говорю, ты сейчас исповедуешь все время. И, говорит, исправляется народ. Вот одни и те же грехи. Я говорю, ты напоминаешь хозяйку на даче. Ведро по мету куриного привезла, раскрутила его в бочке-то, осяла маленько, покаяние, завтра опять ты ее на исповеди трясешь. Надо родиться свыше. Верующий сына Божий не грешит. Ему не надо проверки. У вас дух святой будет обличать, а я должен довериться какому-то духу зла. Он будет исповедовать. Он исповедует это по своей мерке. Ты спроси Илариона этого Алпеева. Почему он рукоположен 21 год священник-то? Вам плевать на все каноны, вы играете ими канонами. Канон 6-й Вселенский Собор, 14-15-е правило говорит, извергнуть, если раньше срока. 21 год, я ромонах. Кого он может исповедовать? Грамоты на весь земной шар, а сердце как пищунка дай Бога не отдамит. Следующее воскресенье будет, я продолжу разбор его вступление. Там на каждом шагу надо раскрыть и показать, что он имеет в виду. Я показал вот сколько посланий, 3 Иоанна, 2 Петра, Иакова, это 5, 6, 7 посланий Иуда. И его выступления больше, чем у них. Там Христа нету совершенно. Там нету услышания голоса Духа Святого, нет обстановки, там сплошная, сплошным потоком идет слепота. А почему он говорит? А он знает, что требуется сегодня придержащим власть. Он нигде не наступит к Ереме. Пророк Михей говорит, что скажет Бог, то скажу я. А с кем советуется? С Богом. Они под себя все подминают. Никого нет, еще они с места на место ездят. Мне не надо ездить. Я проехал, вернулся, а никого нет. Сколько накладаешь эпитимью? Какая эпитимья? Оглашенные из-за дети выбросили службы? Вы выбросите. Когда я священнику одному рассказал, что такое оглашенное, а он уже 40 лет священнику, он даже не знает этого. Я говорю, оглашенный из-за дети. Кто вышел? Никто. Но если как вы говорите, тогда я сам должен выйти. Ну и выйди. Тормоз пятилетки. Зачем ты здесь стоишь-то? Ты рукоположен неправильно. Служишь неправильно. Ты любить никого не любишь. Ты любишь твою утробу и указывать где-то. А его сильно задевает мое слово с этими, что вот который наговорил там этот магнитопон твой, он никому не пойдет к епископу? Он в них еще не видит. Он язык проглотил. А здесь он решил повеличать. Да я его сразу заверсту, слышу зловонный запах ада. Россия в смертельной опасности. Российские войска уже не в Чечню, уже они там близ Украины. Восток России потерян. Теперь Краснодар, все идут уже митинги. Слепцы. Посмотрите, что делается. И кто виновен? Священники. И когда проходя из собора 18-18 года епископ Красноармейцы говорит, разве так Евангелие написано? Он говорит, а нет, что мы читали, мы только крышку целовали. Крышку целовали. И больше ничего не было. Народ Бога не знает. Вот об этом надо подумать. Не давай себя обольщать никогда. Иди проповедуй. Что храм строишь, это положительно. У тебя в Поконте домишко был. Но каждый день иди куда-то. Иди кому-то свидетельствуй. Сейчас Дворкин выступает. Самая быстро растущая секта свидетелей Иеговы. А дальше говорит, каждые две минуты появляется сколько. Почему? Их руководитель он должен в течение одной недели минимум пять раз домов посетить где-то. Тот называется генерал, там пресс-фитер. мне звонит, потом пишет письмо бабка в Беларуси, 84 года. Инвалид второй группы по зрению. Я говорит, подходила к батюшке, говорю, батюшка, вот я Евангелие не понимаю. Он говорит, Агафья, зачем тебе? Ну ты причащаешься, да, ну что тебе еще надо? Я опять пошла к ему, отец или ферри, я совсем вот, ну хочу узнать, вот Евангелие не понимаю. Не надо, ты как сектантка стала. И вдруг две красивые девушки постучали в дверь, а вы не хотели бы заниматься Библией? Библией. Все, она иконы сожгла, слушать не хочет. На честь совести? Иоанн Затаус говорит, если одна душа погибнет по вашей совести, по вашей, по вашему небрежению, о священник, тебе не хватит всей жизни рассчитаться, а по вашей винатые священники, вы не учили, вы имели доступ к народу, вы не пойдете на катакомную жизнь, никого ты судишь там, несчастная душа, ты должен сказать, я вот сделаю так, если Бог благословит и научит, он не научит. Ты сначала освободи сердце от всего, что тебя научили, и скажи, вот, возьми мое сердце, Господи, наполни его, посмотри, что тебе Бог скажет через эту Библию. Им Библии не надо, Гурьянов, Иоанн Крестьянкин, на их даже страдания их нырнули туда, где они были. А были такие, которые шли с котомкой, у него там все, и Петрахиль, и говорит, вот, храмов нет, теперь весь храм у меня за спиной. Теперь он пошел. Волге, Никита, распишет. Вопросы ко мне. Коротко вопрос, ответ, пожалуйста, задай, батюшка. Магнитофон больше не включай. Да, проповедь была... Так, погромче. Проповедь твоя была хорошая. Да, и благовестовать это нужно. Что я делаю все время, и делаю это постоянно. Ну, слава Богу. Да, на приходе готовлю, если сам не могу, готовлю грузин, даю им книги, вот, даю им проповеди, чтобы они и шли, благовестовали, начиная со своего дома и здесь, где их Бог пошлет. Да ты среди своих-то, грузин, спроси, кто так делает, как ты-то? Ты-то для них кто? Ты один шаг в сторону, тебя пристрелят. Ты-то откуда, происхождение-то твое. Ты хватанул сначала там, от баптистов, ты сколько слышал-то? Что ты себя сравниваешь с такими, которые ничего этого не знают? Они понимают, вот это гнилье, гниение, это и есть жизнь. Они жизни-то не знают. Они с друг другом только общаются. Народ далекий. Патриарх Кирилл говорит, уже к священникам я не обращаюсь, говорит, а к Паскве. Вы подадите к священнику и скажите, батюшка, давайте вместе соберемся и чайку выпьем. Община-то нет никакой. Это уж если патриарх на этом уровне говорит, то, наверное, что-то есть. Патриарху-то нужна помощь, а не просто, чтобы балаболили, и чтобы балаболили. Спасибо, Господи, Отец. Слава Иисусу. Я поверю, у меня вот эта получше, эта камера. Да, получше маленькая. Да. Она может быть еще у тебя лучше, но не такая как-то расплывчатая, но это же не дорогая она. Понимаешь, смотрят тысячи людей, тысячи людей смотрят. У меня полмиллиона только полмиллиона видеоканал уже заходит. Полмиллиона. Хорошо. Ну, можно же... Вот у меня парализованный Сергей, он все сам купит и пришлет и поставит, но я не могу вам послать. Нет, нет, мы займемся этим. Значит, Отец, у меня вопрос по описанию. Давай. Значит, где труп, там соберутся орлы. Это вот 24 главе Матвея. Вот труп это и орлы. Ну, хорошо, слушай. Апостолу задали Христу вопрос, сами не понимая, что спрашивает. Когда это будет, а потом и какой признак твоего пришествия? Это два вопроса, а для них он был как бы один. Они соединили пришествие Христа и признаки, а думая, пришествие будет не успеть и городов и иудиных обойти, как я приду. Они вообще не понимали будущее уже исполненной благодати Духа Святого. И Христос отвечает двойным. Первое, это об Иерусалиме. Иерусалим будет, как труп, растерзан хищными птицами, римскими леонерами. Когда нападет Веспасиан и осаду закончит его сын Тит. Тит. Второе, речь идет о пришествии, это было посещение Христова и Иерусалима. Посещение означает наказание, вразумление. И второе в этом вопросе, когда ты придешь и какой признак пришествия, второго пришествия. И он это говорит, где труп, трупом называют свое явление. Посмотри, руки, ноги пронзенные. В таком виде он явится. И соберутся орлы, это верующие, будут вознесены. А там орлами названы римские легионеры. Все. Это Ян Златоус объясняет, это не мое объяснение. Да, вот у меня это было сомнение. Вот, значит, один проповедник назвал, говорит, орлы, значит, орлы-падальщики, то есть грифы. Значит, вокруг здесь Христа соберутся, ну, орлы-падальщики, то есть различные секты, елиси, волки, не сядящее стадо. Так, обожди, отец, давай по порядку. В первую очередь, орлы не падальщики. И когда Пугачев, мы, послушай, падальщики, это вороны. Он говорит, ворон живет 300 лет, а орел 30 лет. Так Яков Пугачев-то, Емельян говорит, 30 лет проживу, чтобы в живой крови питаться. Орлами написано, и полетите, как орлы, и не устанете. Пророк говорит о верующих, то есть идут на проповедь, как орлы. И в данном случае орлами называются верующие, которые причащаются телу и крови Христовой. Ну, здесь, если вот так буквально, значит, семейство орлинных, куда относятся эти грифы, орлы-падальщики, вот так называются они. Нет, орлы питаются живой кровью. Если только это вчерашняя пища, они к ней уже не прикасаются. Это люди не знают орнитологии. Нет, вот я имею в виду научное название, значит, семейство орлинных. Вот отсюда... Нет, отец, не так. Орлы, которые были известны, были в Израиле. Не надо все собирать. Вот приехали тут адвентисты, и у них тут был человек, который выступал и говорил. Ну, ему охота поразить воображение слушателей. Он говорит, вот там Ниагарский водопад, плывет льдина, а на льдине, там еще не доплыло, сидит орел и клеет пищу. А люди видят, что скоро водопад и кричат ему улетай, птичка, улетай. А он не улетает, он сидит и клеет. Они знают, что уже пристыл. И вот, когда он взмахнул крыльями, а ноги у него пристыли. Понимаешь, это настолько выдумано. Я тут же телефон связался с аграрным университетом, там факультет зоологии, и спрашиваю, скажите, какая температура на ногах у льва, этого, у орла? А я знаю, решил посмотреть новое. То же самое. Там до двух градусов только доходит. Дальше, когда в Ниагаре плывут, а с льдины плывут, какая там температура? Ну, градусов 10. Спрашиваю, а в это время мог пристыть орел? Да нет, конечно, никогда. То есть, это рассчитано на впечатление от своего невежества. Вот мне надо это, я тут же расследовал, узнал и сказал, он говорит неправду, неправильным методом пользуется. Надо говорить абсолютно точно. Орел, в данном случае, орлы, которые жили на территории, нигде грифов нету. Но не надо выдумывать это. Грифы, орлиная порода, воробинная, это орлы, которые жили на скалах. Я говорю, детей моих понесу, как орел несет своих птенцов. Он на крыльях поднимает, они на спине сидят и там их сбрасывает. Они знали, о чем говорили пророки. Да. Знаете, мне интересно, один был здесь в советское время, профессор в Новосибирском университете, его приняли, венгерский какой-то, его спросили, а вот вы по этому делу знаете, это знаете. Скажите, что самое главное? Он говорит, один предмет надо знать, который был в Израиле. В Израиле преподавали, там, когда они учились, один предмет богословия, знать Бога, Егову. А в нем все, вот, допустим, написано, и луна, слово твое твердо, как луна. Давид говорит, а чтобы узнать, какая твердая луна, потребовалось 3000 лет, доколе туда не полетели, пока не посверлили, как алмаз твердо. Вот, чтобы узнать слова Давида, твердо, как луна, потребовалось 3000 лет. Он говорит, я каждое слово в Библии стараюсь дойти до него, и поэтому у меня такой широкий кругозор. Да, ну, понятно, да. Ну, хорошо, благодарим, не буду задерживать себя. Нет, ничего, я как раз пришел тут. Что у тебя еще есть? Ну, вот так вот. Ты мне скажи, пожалуйста, вот который тогда был священник-то? Да, да, он священник, да. Как он? Ну, он монах, да, значит, обратился, значит, обратился, он там различных, там был, там, йога, везде интересовался, везде туда так, серьезно занимался. Он писатель, он такой краснолечивый, не мне, вот, чита, там, стихи пишет, вот книгу он написал, вот он скоро, наверное, будет, чтобы ты, ну, свое свидетельство, как он обратился к Богу. Ну, и, конечно, вот это вот, пошел через монашество, поехал туда-сюда, этим, везде этих старцев объехал, это в Грецию поехал, ну, он как образованный, здесь, там, голову подними, чуть-чуть, повыше, повыше, вот, вот, сейчас я помню. Повыше, сиди прямо, давай, говори. Значит, он пошел, там выучился он, на фоне, ну, везде он был, везде, в Америке был, ну, и вот он так умеет общаться с людьми, он был такой талантливый человек, но вот, вот это монашество, вот это, мне его очень не нравится, что вот я видел, мне такое видение, я на послушании, поехал туда-сюда, здесь, но Евангелие он знает, он проповедь хорошую сказал, вот я слышал, здесь, так, по послову Божию, все, все это нормально у него было, да, но вот, что вот здесь это послушание, и он оправдывает, вот это монашество, что они спасаются, да, я говорю, у меня, я в Африке живу, у меня люди погибают, нужны люди, и мне в Африке, они же епископы, у нас, епископ перевести, мотсгвар, мотсгвары, значит, учитель учителей, а он куда-то уехал, они где-то по монастырям, там, переезжают сюда, с одного места в другое, вот, в основном, монастырями занимаются, а вот такой, в евангелизации, там, миссионерской работой, ну, занимаются, но, очень мало, в основном, строят храмы, у нас построен, большой, громадный храм, высокой, где-то, 50 метров, этот купол, с этими снефами, такое сложное, очень дорогостоящее строение, ну, хорошо, все туда, там, неплощадь, все патриархы, ну, хорошо, такой храм нужен был, сейчас второй храм, на таком уровне, где-то, ну, немножко за городом, на гора Махата, и тоже, туда все эти деньги собирают, все туда ездят, туда он приглашает, в честь евангельской Божьей Матери, построили легенду, ну, такое, что храм построен, то, иверская Божья Матерь, храм они, греки отдадут нам, вот, ну, даже отдадут, ну, что это такое, это же, боговоплощение, надо говорить, да, ну, вот так вот, в прошлом году, когда мы были в Тбилиси у вас там, с этим батюшкой говорили, я говорю, мне из грузинских писателей, Гурам Гегешидзе сильно понравился, он захватывает темы смерти и дальше, он до того удивился, вы Гурама Гегешидзе знаете, я говорю, да я говорю, что же не знать, я в тюрьме сижу, какую книжку дадут, я обязан считать, но Гурам Гегешидзе перевел, так он удивился, на русский язык переведенный, да, о, он, видимо, его тоже ценит, а ты, Гурама Гегешидзе, считал? Нет, я не читал, а у вас просто где-нибудь, очень полезно, о смерти он рассуждает, прямо, ну, и пропустила его, цензура-то, русская, ну, обязательно, ну, этот отец Гурам, да, вообще, он, я тоже считал его очень перспективным, что он так, и евангелист, и ревностный, вот, его, он деконом тогда был, когда у нас, так его рукоположили священником, ну, вот так вот, значит, здесь это на послушании, там много священников, ну, вот, не может он в полноте реализоваться, как по своим, отец, я скажу, ладно, это, ты на мелочи не, не надо мне говорить, там храмы строили, это время просто тратите, Иоанна Златоуста спрашивали, сейчас строят храм, и там уже там купол 50 метров, то другое-то, а у нас бедные рядом, да куда лучше деньги-то вложить-то мне, у меня вот деньги есть, он говорит, делайте то, о чем будете спрошены, на страшном суде Христовом, Христос о храмах, о монастырях, о монахе не спросит, он спросит, накормил, напоил, посетил, а накормить, это не означает только хлебом, это означает духовную пищу дать, и Павел говорит, меня Христос послал, не крестить, не попом быть, а благовествовать, исполняясь, священно действие, благовествие, то есть любая женщина, она священником перед Богом, священники-цари Бога Всевышнего, это надо людям говорить, а не так, что батюшка, батюшка, ты скажи, и вы священники, но только в том смысле, что не можете не литургии, не можете отпускать грехи, но вы названы священниками и царями, священно действовать, перенося духовные жертвы, жертвы Бога в дух сокрушенный, и царить, царить, господствовать над грехом, грех лежит у дверей, надо понимать буквально, и надо понимать духовно. Ну и как благовествовать еще, для этого он крест носит, священник, Ну вот у нас здесь вот такое увлечено строительство храма, много храма строится, и здесь еще такое, значит, дорогостоящее строительство, значит, именно грузинский стиль должен быть, там фундамент громадный такой, очень тоже, вот я положил с Божьей помощью фундамент, очень дорогостоящее, я думал, сколько я бы книг, я бы пригласил людей там, учителей, ну, учебный класс, там можно было, такие программы организовать, да, и вот все это туда пошло, а можно простой храм сделать, такой светлый, доступный, окна маленькие, там сено, здесь освещение, здесь, говорит, это чтобы молиться было, не отвлекало молиться, это свет. слушай, ладно, скажу, как-то я выступал у адвентистов седьмого дня, и они вопросы задавали, и говорят, пресвитер их, ну, для нас он не пресвитер, но так, звание у него такое, и он говорит, у нас вот пожилые вот сестры, они, говорят, во время богослужения нашего, в окно смотрят, уж не знаем, что делать, как это, а у вас, говорит, нет такого, чтобы не отвлекало, я говорю, у нас этого нету, во-первых, у нас отвлекать нечего, они не понимают, а вторых окна у нас на расстоянии 4 метра от пола. Да, 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 ну, вот так надо, так надо делать, да, ну, вот, не буду отвлекаться, да, отец, я, что будет, побеседую, благодарю тебя за это, и... Отец, ты меня насторожил сегодня, ты комнату освяти хорошенько, это приходил в образе человека, в магнитофоне этом, который включаешь, дьявол. Нет, он не на магнитофоне был, он, это, у меня, значит, сидел рядом. Я знаю это, я знаю, я это специально говорю, честный человек не будет спрятаться, вот посмотри, выступает отец Дмитрий Смурнов, патриарх, никто не прячется, этого нету, этот человек знает за собой такое, что он боится лицо показать. Причина одна только, нечистая жизнь, ему обязательно надо в роли учителя быть, это дьявол подходит, сбить с прямого пути, и он неостановимый, ему ничего нельзя вложить, быть может, уже перешел границу и похудел Дух Святой. Ну, я хотел с тобой посоветоваться, даже предложить одно дело. Значит, уже, ну, на практике, я уже сколько, 24 года служу, как, вот, священнослужитель. Вот, в церкви всегда, значит, каждое, вот, воскресное Евангелие, через эти праздники, значит, в течение года, богослужебный круг, значит, человек изучает все Священное Писание и все учение Иисуса Христа. И вот, каждую там, субботу, воскресенье, самые яркие такие Евангелия, которые раскрывают учение Иисуса Христа. Вот, мне иногда не хватает, да, вот, мудрости, знаний, чтобы составить проповедь, допустим, в субботу, это будет Дмитриевская, родительская, поминальная суббота, воскресенье, притча о богаче и Лазаре, понимаешь, чтобы, хорошо бы, что вы на ваших собраниях, вот, эти темы, потому что у тебя аудитория есть, и они были в церкви, они слышали это Евангелие, но, может, проповедь не всегда слышали, вот это компенсируется, значит, именно воскресную проповедь апостола и Евангелие, хотя бы коротко, так, скажи, пожалуйста, чего у тебя сегодня такой глазок-то плохой, хуже вчера намного, ты понимаешь, я на другом компьютере был, да, ну, прямо совсем тут, ты, ты это не смейся, это нехорошо, все время подсмеиваешься, не надо вот так, ха-ха-ха, это не надо делать, христианам это, вот так, я извиняюсь, назад, отстранись маленько, голову отверня, вот так, все равно тебя глаза не разберешь, где глаза, где борода, ну, купи глазок, он копейки стоит, вот так, сиди больше, не прислоняйся близко, так, да, хорошо, да, так, и что же, ну, вот, здесь или посоветую, или вот, мне, вот, имена воскресенья, субботу, значит, Двительская, Родительская суббота, ну, вот, как бы ты подготовил проповедь на эту тему, или, или, вот, воскресенье, Лазаря, это воскресенье, ты на наш сайт заходишь, сайт, да, да, там 1300 проповедей моих, 1300, я на каждое, что Евангелие говорится, считать, я на это говорил проповеди, это то, что сохранилось, а их проповедей, это может было 4,5, 5 тысяч проповедей, вам готовы только взять, там по алфавиту выставлено, название, ветхий новый завет, так, свет не надо этот, он совсем мешает, убери его, вот так, вот так, ты, ты проще мне скажи, зачем ты вчера этот магнитопон притащил сюда, это мне, это кощунь, движимый злобным духом, он видит, что кладбище, и он к этому продолжает бить, это слуги дьявола, как ты этого не видишь, в свой дом, затащил, ведь он с тобой-то до этого говорил, ты мог увидеть, что перед тобой, что за дух-то какой, мощи надо, да Христос сказал, оставьте мертвецам, хоронить мертвецов, с мощами возятся мертвецы, Христос тебе сказал, выкапывайте, даже как будто у Христа, у меня этого не было, слушай внимательно, сказал хоронить, и то это мертвецы будут хоронить, а что выкапывать, это даже, ни один злодей не придумает, что делается, и ты ему позволяешь, этому магнитопону, в своем доме быть, как ты мог не сделать это, выключи свет, он мешает мне, борода просто у тебя вот так, пластилиновая сразу делается, вот так, вот так сиди, не надо это делать-то, ты сам себя скверняешь через это, он там где-то, изъясняется в любви, а не этот дух злобы такой, он сначала подошел, мы знаем, ты не льстишь, говоришь правду, а скажи нам, надо ли подать, и он с этими словами, он меня любит, я его искал, он меня ненавидит, этот дух, который в нем, дальше он раскрывается, и он, я его не искал, я его знать не знаю, я его отверг, подходя к дверям, я говорю, отрекайся от сатаны, и всех дел его, всей гордыни, всех ангелов его, а ты его затащил в дом к себе, что тут непонятно, он остался против проповеди, против обличительного слова, а чтоб кому-то сказать, я должен еще 70 лет прожить, засчитай, Езекииле 3.18, если ты видел, ты видел, а так ко всем, и он согрешает, а ты его не обличил, он погибнет, а его кровь я взыщу с тебя, я не хотел бы говорить, но я обязан, но если ты говорил, он погибнет, кровь у него на голове, но ты спас свою душу, это злобный дух у тебя был, подожди, подожди, Езекииле, 3.18, 3.18, это прямое повеление Богу обличать, слово Божье для наставления, научения, обличения, он не знает ничего, он не знает, что монашиство загубило веру, он не знает этого, лезут в монахи, что они у вас в Грузии монахи-то делают-то, да пусть бы они Ашриды проповедовали, народ клонится во всякое злодеяние, ведь если есть воры в законе, из них, наверное, половина грузины, посмотри фильм, это все преступные группировки, все грузины везде руководят, и все православные, все православные, там же один грузин только был, я говорю, что там у них это все покупается за деньги, сейчас в интернете все выставлено, имена показаны, ни один, ни два, мне речь идет о сотне, о сотне, сейчас, когда власть поменялась, с Грузии их всех, они ушли, их того не посадили, они уехали с Грузии, поэтому, ну да, потому что сказали, если вор в законе, никакого закона не надо, сразу его к стенке, и все кончилось, нам надо не злиться, учиться, не злиться, а плакать и молиться, вот возьми, допустим, не знают, что делать с зомосексуалистами, и они гей-парады устраивают, садомиты, почему они не устраивают в Тунисе, почему не устраивают они ворат в Судане, почему, потому что, если только узнают, что он такой, никаких гей-парадов, ничего, его в этот день башку отрежут, я не говорю, что это надо, но это люди, которые будут наказаны Богом огнем, вещим, как садом, садомиты, как-то христианские страны, гей-парады идут, откуда они, где, в каких семьях родились эти выродки, что доказывать-то тут, доказывать еще не надо, мы просто прикидываемся верующим, никакие мы не верующие после этого, да если бы все время говорили, об этом проповедь, было бы такое отвращение, народ бы, говорится, плевками их завалил, отец, отец, христианство, это не шутка, как Златоус говорит, а для многих, христианин, слово, это пустой звук, возящий других в заблуждение, если я христианин, вопросы сняты, я обязан точности знать, что Бог требует, а это, знаете, это закон, буква убивает, как может буквы Господнего убить, когда в пути заложено духом святым, смысл, вникай куда, в себя и в ущелье, занимайся постоянно, и дальше, да не отходит книга сия от уст твоих, то есть слух ее читай, дабы в точности исполнить, даже крещения, таинства не могут, рукополагают пацанов, тоже Иларион Алфеев, в 21 год уже поставили его пресс-фитером, он еще не знает это, я в воскресенье буду, в воскресенье буду, его доклад о Миланском эдикте, разбирать еще дальше, он только 6 страниц, проброшусь. Он у нас был, вот, зимой, его так приняли хорошо, он там небольшой доклад, его перевели в какую-то книгу, я, значит, он написал 3 тома о православии, я когда, ну, начал читать, вот этот, тот же язык, который, вот, вы читали, что ничего нельзя понять этим языком, и, да, и все, я оставил эту книгу. Он специально говорит, показать, какой он ученый, если бы он верующий, зачем бы он придумал секуляризацию, и всякую пакость это говорит-то? Почему по-простому-то не сказать? Он не знает, как сказать по-другому, парадигма, ну, почему не сказать, пример, образец, такие слова, пример есть, что у нас парадигмой не стало, люди не знают, вот с этой секуляризации, там, такие слова наворачивают, надо словаря искать, табуированная тема, догадайся еще такое, почему не сказал, это то, о чем нам не следует разговаривать, табуированная, табуированная, не по-другому, он учился на это, чтобы спрятать от народа истину, слушатели, которые прячут, лучше сказать пять слов, пять, всего пять, чем тьму, а тьма это 10 тысяч, вот и все, я сейчас воскресенье, вот буду говорить, вот смотри, я сейчас тебе маленько покажу даже, да, 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 ну вот сейчас, минутку, вот, я вчера закончил этот подсчет, выступления его, какие, вот ты для себя сделай, в его докладе, чтобы сказать, надо данные иметь, в его докладе, Волоколамского Иллариона, председателя отдела внешних сроковных связей Московского Патриархата, на открытии учебного года на Богословском факультете Южной Италии, 17 октября 2014 года, у него 5 тысяч 22 слова, и знаков без пробелов, знаков, букв, 37 тысяч 244, а для чего нужно, а вот слушай, для чего, слово Христос у него, вот в этих, встречается только один раз, во всем докладе, один раз, и ни одного местоимения, он нигде не говорит, он, ему, о нем, им, то есть о Христе, по отношению Богу ко Христу, ни одного, и далее, в семи посланиях, Иакова, два послания Петра, три послания Иоанна и Иуды, это семь, знаков, 36 тысяч 45, а там 37 244, и 7761 слово, то есть объем меньше, чем в докладе, об Эдикте Миланском, в семи посланиях, меньше страниц занимается, и послания святых апостолов, написанные движимые Духом Святым, для сверхграмотного и суперученого человека, добравшегося почти до самой вершины, иерархического восхождения, в патриархии, в скобках, осталась лишь одна ступенька до патриарха, эти семь посланий, семь книг Нового Завета, по объему, даже меньше в своей совокупности, чем доклад об Эдикте, эти семь посланий не стали парадигмой, для него примером, ни для него, ни для Синода его, ни семинариста, я специально высмеиваю это слово парадигма, и это так, тысячелетия, и для сравнения, в этих семи посланиях, слово Христос, у него один раз, а здесь встречается 46 раз, а местоимение с большой буквы он, ему, о нем, им, по отношению к Богу, 109 раз, и того, в упоминании имени Христа, расклад такой, 155 раз, в семи посланиях святых апостолов, и один раз, в докладе митрополита Иллариона, один против 150, и такой расклад, всюду, где не любят святую Библию, я математически показал, один из 155, еще непонятно, что это люди чужие для церкви, чужие для Бога, чужие для спасения людей, но один из 155, он 155 раз принизил то, что делает Христос, он 155 раз ударил, выщелкивая по одному месту, в докладе его показано, он 144 выстрела сделал против Библии, они не могут разговаривать евангельским языком, это обмерщенный, рафинированный ум, выщищенный, от всего духовного, я сегодня, вот я снова им занимался, и показал, какие он слова выискивает, не в каждом словаре есть, ну ладно, я занимаюсь все время, я знаю это, шатию и братью, так он митрополит, так и пускай он будет учителем, учится у апостолов, я дал 7 посланий, ничего не понятно-то, я ничем не сравниваю, ни со своими проповедями, ничего, но у меня в каждой книге, книге, Том, 3000 ссылок на Библию, 3000, в каждой проповеди Иоанна Златоуста от 35 до 70 ссылок на Библию, они не учатся там, где Дух Святой, это мирские люди, захватившие власть церкви, главное, чтобы не женился, а потом друг на друге женятся, это все пожирают вокруг себя, все уничтожают, я говорю то, что есть, я не могу не говорить, я обязан говорить. Да, вот сейчас, да, я, аминь, да, и аминь, я это очень поддерживаю здесь, где просто, там ангелов доста, а где мудрено, там ни одного, знаешь, вот эту первую часть, и Дикта, Илариона, значит, слушала, и Нина, но она там в другой комнате, но она там, значит, рядом послушала, и этот отец слушал, здесь, ну, мы с ним, и Лена там, туда-сюда бегала, тоже слушала, да, ну, и понимаешь, я, мне твой голос убедительный, мне, он ложится на сердце, понимаешь, а они говорят, а он нас раздражает, он так говорит, кричит все время, понимаешь, здесь, вот они, ну, такие нежные, творения, как, ну, есть барабан, а есть скрипка, да, понимаешь, глухой, глухой, и глухей говорят громко, мне нужно, чтобы мне говорили громко, и на этой ноте я говорю, с тобой сейчас еще я кричу, ты никого нигде нету, я обязан говорить, я все время проповедовал, чтобы люди слышали, нет, для меня это лучше, понимаешь, когда это доходит, убедительно, понимаешь, но если человек, вот так вот, медный, раздражительный, или, вот, он привык спокойно, так, равномерно, жить, да, они говорят, что он кричит, что он не кричит, выключи это, да, я уже тихо делаю, здесь это, да, а так, спокойно, они, отец, ты скажи, в Библии везде написано, говори громко, возвысь голос твой, возвысь, везде в Библии написано, а говорить шепотом, нигде не говорится, это шептуна, нет, ну, не шепотом, можно так, это уже мыслить, протопопа вакуум, когда проповедовал, у него село было, дверь открытая, на другом конце села слышали, я потому так говорю, чтобы оно дошло, есть глухие, слабослышащие, чтобы все услышали, я люблю людей, и хочу, чтобы слышали, да-ка ты, ну, я через это передаю тебе, да-да, ну, ну, скажи, в повороте, Каруза, зачем так громко поет, ну, понимаешь, здесь он, ну, почему громко, он и громко, и тихо, и низко, и высоко, это, да, он не одной ночи, не все время это давит, вот так вот, по высоте, по тембру, возьми вот сейчас этот, вчера мы его слушали, Ребров Иван, он 4,5 октавы менял, вообще, поет, вообще не подумаешь, как Лемешев, упоет самым тонким дисконтом, и дальше как Шаляпин, это талант, и он всегда пел так, что... Как его зовут Ребров? Понимаешь, Ребров? Ребров, запиши его, он в Германии, родился от немца, и от русской, и он... А имя как его? Ребров Иван Павлович, Ребров, у него рост был, почти 2 метра, рост, и он, когда выходил, одетый в российский кафтан, русская рубаха, под поясом, он потрясал все, и сейчас говорят, это один из самых великих подписов, какие были последние столетия, ты его заряди в Ютубе, и ты найдешь, где он поет, выходит перед народом. Он поет божественное? Да, Ребров Иван, да, да, я записал. А я слушаю иногда голос, вот эту передачу, голос. А ты знаешь вашу грузинскую певицу Тамару, которая поет, юность моя, ты гори, не сгорай, как фамилия? Кацетели? Да, вот она поет как? Она вся выкладывается, а она поет, когда вот так руки раскинет, юность моя, ты гори, не сгорая. Она вся здесь, до чего она мне нравится. Она, когда это пела в Иерусалиме, это Иерушалаем, так там все плакали. Да, вот надо петь, я тебе дам талант, и говори громко. Мне один недавно, ко мне пришел, и говорит, он в интернете выставил материал про меня, он едет, фотохудожник. Ну, девчат посадили, проголосовали, там у них в уши воткнутые слушают, а он говорит, а что вы слушаете? Да тут, говорит, проповедник нам, мы идем дорогой слушаем, незнакомые люди, а едут там в Кемеровской области. А что слушают? Он, дайте я послушаю, послушал, а я Библию считаю, моим голосом насчитан, из интернета сняли они. Ага, да, да, да. Мужчина там какой-то, я, говорит, включил тогда вашу проповедь, златоустца-то, а он говорит, а это кто? А я, говорит, говорит, да Кота Лапкин, выключи, я не люблю. Приехали, говорит, там в столовую пришли, мы сели в столовую, там в Кемерово, кажется они, только сели за стол, а там рабочие, там монахи зашли. И первый вопрос задали, а вы откуда? Я говорю, из Барнаула, о, а как там Лапкин? Я, говорит, я удивился всю дорогу и приехал в другое место. Почему? Я не Ларион, у меня не грамоты, не семинария, у меня есть любовь. Я любовью к Богу, к людям заменил все в мире. И поэтому я говорю громко и возвышаю голос. Да, Библия, значит, Библия, я набрал Библия онлайн. И там, значит, текст Библии, и каждый стих, он озвучен. Я слышу, твой голос узнаю. Значит, они каждый стих разбили на, значит, какую-то тему или какой стих набрал, она там озвучивает, выделен. Я знаю, они там специально, там Весиклас, Есиков, Вячеслав, они сейчас интересно сделали, как, у нас дети пели вместе Бог и Егова. Стихотворение такое, поют дети Егова. И вдруг я вижу в интернете стоят и Еговисты, да там интересно, и они поют наше, которое мы поем День Победы, День Победы. А, да, 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 я слышал. Видел, они им слова наше пение вложили, как будто бы, они поют, а это мое стихотворение на День Победы. На День Победы. Ты его слышал? Да, 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 я слышал там. Да, ну, слава себе, Господи. А, вот это мое предложение, а, отец? Ну, я это не буду делать сейчас. Во-первых, я отошел, а во-вторых, в готовых проповедях можно найти. Там 1300 проповедей. Ты просто по алфавиту посмотри, и ты сразу найдешь. Кроме того, второй алфавит не составлен по списку, по местам Писания. Это ты найдешь на нашем сайте. Зайди на наш сайт и увидишь там, вот как написано, аудио и видео. И еще раз ткни, и там увидишь. Ты увидишь там, там как раз одна, один алфавитный список по местам Писания, по Евангелию от Матфея, по главному, по Марту, на какие я говорил проповеди. И ты там можешь найти. Да, да, да. Это 1300 проповедей, это не две, не три. Аудио, да? Да, на нашем сайте. Сайт, не форум, сайт. Сайт Игнатия Лапкина с третьим локом. Все, сразу откроешь. Там, к истине, один народ. Да, 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 да. Это я захочу. В гугл или в Яндекс. Заряди их найдешь. Просто по-русски набрать. Игнатий Лапкин, сайт. Все откроется. Да, да. Ну, че ж. Спаси Господи, отец. Я во Христу. Да. Еще раз хочу сказать, смотри, будь осторожен. Нет, нет, я его сразу вычислил. Понимаешь, я думал, что, понимаешь, может, вот, он все время говорит, говорит, без тормозов, машина, и на скорости. Здесь, говорит, я что-то хочу сказать, не могу вставить слово. Ну, думаю, Игнатия ему даст. Ну, вот, видишь, как получилось. Еще он пошел, говорит, после того, как закончили мы. Еще он говорил-то, Даша. А, да, да. Ну, он очень агрессивно к тебе. Я говорю, он же правду говорит. Он тебе из священного писания показал, здесь, что он, здесь вот это монашество. Это же я сказал, что ты же не против монашества. Но в каком она виде сейчас, какую форму, нету этих учителей, что это за игумены, превратились это все, это хозяйство. Нет такого духовного окормления. Там тысячи, тысячи людей приезжают туда. А какое окормление? Это батюшки идут за очередь, там стоит, где сутками идут какие-то крестовые ходы. Значит, им какие-то семинары евангельские сделали. Ну, еще дальше. Знаете слова твои-то? Как он отреагировал? Да. Ну, он бунтует во всем. Я знаю, что я слушал полчаса его, и никакого конца нигде нет у него. А, да. Он бунтует и не принимает. Я говорю, тогда же ты Богу противися. Он же тебе слово говорит. Здесь, говорит, это отцы наши, древних веков. Здесь это система спасения, монастырия, выйдя из этого мира. Монастырии должны... Я за то, чтобы один, говорит, неженатый заботится о Господнем. Один. Никаких обетов не принимать. И готовить миссионеров, и докармливать, которые старые, одинокие священники, миссионеры. А нужны монастыри? Я за монастыри. Чтобы было больше монастырей, чтобы готовили проповедников. Но никаких обетов безбрачия не давать. Это не надо. Вот как у Елисаветы было, родной сестры, у царисы. У нее сестра милосердия, полюбила кого-то, а она одета, попорная. Она говорит, я полюбила прохора этого, христианский там, солдат раненый без ноги. Ну, езжай, матушка, все. Вот это самый правильный подход, евангельский. Да, да. И вот эти, что епископы неженатые, это тоже против евангельской истины. Против Евангелия. Против. Да. Они не знают жизни. Они все там, ну, они были женами там, и с детьми, и они там где-то вот все время, да, и народ это знает, и осуждает их. У нас один был, значит, он баптист был, хризантом, и он как проповедник, и он такой высокий, видный мужик, да, и он стал православным. И патриарх, его он назначил здесь, да, епископом, потом был митрополитом он здесь. Но не знаю, почему-то он вступил в конфликт здесь, и его отлучили, или не знаю, как, у него уже своя церковь, и он так отдельно сам служит. Вот иногда эти его, прихожане, так к нам со мной встречаются. А ты вот последний, со священником московским, Петр Михайлов, ты слышал, нет? Сейчас он последний самый стоит, на нашем канале. Да, да, это нет. Православный священник, ты послушай. Да, да, он все время протестантское, протестантское, то есть ему надо уколоть. Да вы, я говорю, протестанта-то породили, это вам евангельское, это протестантское. Евангелие, я считаю, баптист. То есть выяснился. Да, да. Да, да, и здесь он говорит, баптистское учение. Я говорю, как же, они же на евангелие опираются, до Слова Божия. Значит, если ты не принимаешь это, это отцы, это ты время не понимаешь, какое здесь, без доказательства. Ну, я, конечно, я говорю, я же это не могу принять. В общем, разобраться. отец, не трать время, лучше посиди кого-нибудь из прихожан, и чтобы они собрали людей, где можно было сказать слово, можно образовать отдельный кружок для занятий. И чтобы дальше хорошие проверенные люди в разных местах в Тбилиси начинали заниматься с людьми. У нас сейчас, вот мы, вчера было занятие, у нас библейский кружок, у нас грузин, диакон Илья, он окончил семинарию и академию здесь. И он сведущий в слове, и он вчера проводил это занятие, ну, мы вместе проводили, да, на послании Петра. Да, очень такое серьезное занятие было. Ну, постепенно это будет. К сожалению, видишь, этого, ну, нет у нас такой практики. Отслужил, и сразу пошли, разошлись. Да, ну, хорошо. С Богом, да, с миром.